Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики, с вами как всегда Сладкоежка. Вы не поверите, но сегодня у нас реакция на Декоди. Сегодня мы смотрим обзор треки во сне пика Geometry Dash 2.2. Не забываем подписываться и ставить лайки, чтобы как можно больше было реакций на Декоди. Всем приятного просмотра, давайте услышим, что он скажет по этому поводу. Всем привет, с вами Декоди и сегодня произошло крайне неожиданное событие, потому что Роктоп выпустил новый видос на своем канале. И не абы какой, а третий сникпик нового официального. Да, и как сказал Эйриле, то что скорее всего это последний уже сникпик. Хотя я не совсем уверен, что он будет именно в официальных левелах, потому что это все-таки режим платформера, но не суть. Сейчас самое главное то, что видос появился. Конечно, я бы мог подрубить и стрим по этому поводу, но, к сожалению, не было премьеры, поэтому видос, на мой взгляд, самый лучший вариант. Поехали. Я в таком просто предвкушении. О да, эти пиксельные блоки. Что? Монетки собираются со звуком? Роб как-то доработал триггер музыки? Вот мне нравится то, что монетки теперь со звуком. Что ли? Ну-ка. Какой кайф. Эти эффекты звуковые. Почему это так офигенно? Подожди, что будет так. Боже мой. Очень круто. Мне нравится звук сбора монеток, определенно. И вот эти вот все пиксельные объекты, они смотрятся крайне годно. Цепи, которые перемещаются. Да. А, эффект практики. Ну, точнее, эффект чекпоинта просто божественен. Вращающиеся штуки. Круто выглядит тоже. И неплохо это все дело анимировано. В том числе и вот эти вот пилы. Подъезжаем к стенке. Каким-то воротом. Я слышу бульканье лавы. Блин, следующая локация, скорее всего, будет именно лавовая. Абсолютно все сопровождается звуковыми эффектами. Сканирование завершено. Офигеть. Я вижу тебя. Боже, как это круто. Постойте, это получается тоже звуковой эффект? Вот этот голос. Да, это точно лавовая локация. По-другому быть и не может. Постойте, это триггер SFX. Типа триггер эффектов. И тут все по папочкам распределено. Ватафак. Взрыв. Выстрел, точнее. Да, там есть я... Я даже не знаю, как это комментировать. Слишком круто, слишком. Fire in the hole. Но перед тем, как продолжим, хочу посоветовать наш автомобиль. Старты. Black Rush. Сникпик. Очень здорово. Конечно же, Роб добавил кучу пиксельных объектов. Вот такие вот лианы. Паутины. Смотрится очень здорово. Новый фон. По-моему, такой использовался в прошлом сникпике, но он был несколько расширен. Здесь вот просто окошечки и вот такие вот колонны. Черепа и факелы мы уже видели. А вот растения это что-то новенькое. Как же круто смотрятся вот эти вот токсичные шипы, плюс частицы и плюс еще неон. Я сразу не заметил, но просто посмотрите, как красиво стекает вода из этой вот трубы. Но это даже не вода, да, какая-то просто зеленая жижа. Довольно прикольная анимация ящиков. Ты на них прыгаешь, они падают, и из этого можно сделать даже целый уровень. То есть ты прыгаешь по блокам, они проваливаются, со временем восстанавливаются. Да, можно будет чисто ящики ставить вместо блоков. И тебе нужно выжить. Жидкость смотрится очень хорошо, потому что Роб добавил кучу частиц, анимированных объектов. Но можно сказать, это идеальная формула. Добавляешь всего и вся, и получается круто. Опа, я заметил еще анимацию при сборе монет. Надеюсь, что это можно будет как-то быстро настраивать, не используя группы. Потому что представьте, сколько групп нужно на каждую монетку. Хотя, даже если нужно будет использовать группы, их все равно будет неограниченное количество. Такой забавный звук на самом деле. Жалко то, что они Орбочки как-то по-другому не сделали. Могли бы там как-то получше вот это, цвет там сделать. Поярче можно, потусклее. На Орбе. По-моему, идеально сочетается, учитывая то, что это и есть звук прыжка. Боже, я готов бесконечно пересматривать этот момент с чекпоинтом. Потому что звук стекла и молния, как никогда кстати, подходят здесь. Смотрим в замедление. Молния. Подсвечивается фон, подсвечивается сам чекпоинт. Просто представьте, сколько вариаций анимации можно будет придумать в 2.2. О, мои любимые уже ящички, которые падают вниз, вот с таким вот соответствующим бульк, если вы заметили. Не, но фейерболы, которые вылетают из этих штук, это просто имба. Посмотрите, какая анимация. Они еще после того, как выстрелят, заряжаются. И все-таки звук прыжка на Орб очень забавный. Главное, чтобы это в будущем не стало оверюзом. Представьте, вы играете в уровне, в режиме платформера, и каждый прыжок сопровождается вот этим вот пил. Наконец-то новая механика. Это уже не просто ящики, которые падают вниз, а кубики, анимированные таким образом, то что они постоянно опускаются в жидкость, и тебе нужно в определенный момент прыгнуть. По-моему, очень здорово, потому что это уже похоже на более-менее полноценный платформер. Ну хотя логично, потому что режим так и называется. Вообще, это говорю к тому-то, что это самое простое, что можно реализовать на данный момент в редакторе, а в будущем креаторы будут творить куда более невероятные вещи. Постойте-ка, это новые пилы или совмещения уже двух имеющихся? Судя по этому моменту, это все-таки новые пилы. Если они будут именно такими, то это очень здорово, типа внутри такая штука и снаружи. Стоит отметить, насколько хорошо сочетается музыка и звуковые эффекты, потому что ты прям слышишь то, что вот эта цепь, которая движется, она прям тянется. И чувствуется, да, как вот эти вот звенья, они между собой ударяются. Снова черепа, факелы, потрясающий эффект чекпоинта, и вы заметили то, что исчез звук цепень. Теперь звук таких вот деревянных штук, которые вращаются. Ну я даже не знаю, с чем сравнить, возможно с мельницей. Блин, я сначала не заметил, а ведь вот это что-то типа летучих мышей или каких-то насекомых. Как же они реалистично поднимаются наверх. Вау, это просто вау, ребят. Я до сих пор в шоке с того, насколько много роб всего добавил. Какая же все-таки хорошая анимация текста, сделанная с помощью триггера Rotate и Scale. Опять же, эта фраза на уровне Geometry Dash. Только здесь I see you. Возможно, что в конце будет какой-то супер эпичный боссфайт. Потому что кто, что, зачем вот это вот все говорит. Вот он, собственные персоны SFX Trigger. Что же у нас тут в настройках? Speed, понятно, скорость воспроизведения. Pitch, повышаем, понижаем тон. Volume, громкость. Ого, даже реверб есть, как в какой-нибудь FLK. А прикиньте, можно было бы добавлять в GD VST три плагины. FFT и Async. Вот тут уже не особо понятно, что это такое. А вот эта кнопочка открывает папку с эффектами. Офигеть, сколько их. Просто эффекты, футуристичные эффекты, исторические эффекты, эффекты, связанные с водой, эффекты окружения. Причем, тут внизу написано SFX Count. Всего эффектов будет 4902, что ли? 5 тысяч? Где-то год назад Роб писал о том, что купил баг из тысячи звуков. Я так понимаю, то, что количество звуков немножечко расширилось. Получается то, что в каждой папке есть еще папки, и уже в них находятся различные звуки. Их действительно очень много. Просто огромнейшее количество. Тут Роб выбирает папочку Voice и какую-то пиратскую фразу. Fire in the hole. Нормально. Выбрал. Сделал поменьше скорость. И она теперь звучит действительно дольше. Помимо сникпика, Роберт отделился некоторыми другими видосиками на официальном сервере игры в Дискорде. Например, в 2.2 можно будет сделать собственный пользовательский интерфейс с таймером, счетчиком собранных объектов, да и вообще с чем угодно. При желании можно поменять только кнопки, чтобы они подходили под дизайн уровня. Очень удобно, что все кнопки будут подстраиваться под любое соотношение сторон. Будь то 4х3 или 16х9. Кроме этого, была показана стабильная система реплеев, которая позволит пересматривать пройденный уровень. В 2.3 возможно появится кнопка для сохранения уровня в отдельный файл, чтобы его легко можно было отправить другу. Полезная штука для коллабов. Ее, к слову, уже сделали как отдельный мод. Режим версуса, к сожалению, не позволит видеть игрокам друг друга, так что мультиплеер очень, кстати, недавно запустился заново. Но даже такой примитивный режим, где можно будет наблюдать только проценты, тем не менее откладывается до 2.21. Потому что мало ли сколько багов будет в 2.2, и надо убедиться в работоспособности обновления. Как вы знаете, игру недавно удалили из гуглплея, потому что она слишком давно не обновлялась. Пробу, чтобы ее восстановить, требуется обновить исходный код. Но если он это сделает, то снова произойдет то, что произошло с Джомми 3D с Абзира, где уже имеются многие фишки обновления 2.2. У робтопа есть исходный код 2.11, но в него надо внести множество изменений, которые есть только в 2.2. Таким образом, нужно будет удалить все материалы из нее, и загрузить версию 2.12, что займет много времени. Поэтому сразу состоится релиз 2.2. Удаление игры должно было произойти только 31 августа, но что-то пошло не так, нам это даже на руку. Изначально звуковых эффектов не должно было быть, но без них уровни в режиме платформера выглядели бы слишком скучно. Система SFX является удаленной, так что роб сможет добавить больше звуковых эффектов, не обновляя игру после выхода 2.2. Поэтому и без того огромная библиотека звуков продолжит расти. А вот так выглядит загрузчик эффектов. Ну и последнее очень полезное нововведение. Системы триггеров можно будет объединять в группы и применять к разным объектам, что упростит создание мини-игр. Чтобы вы понимали, фаерболы в Сникпике были сделаны именно таким образом. Что же, теперь уже наверняка можно сказать, что обновление выходит летом, и тут не может быть никаких задержек от робтопа. Тем более, обещанный видос он выпустил довольно быстро. Я офигею, если он задержит еще. Надеюсь, что и обновление не задержится. К тому же, судя по видосам, все уже готово. И большая часть багов пофикшена. Дорогие мои зрители и подписчики, что вам хочу сказать насчет данного разбора Сникпика номер 3. Ну, в принципе, по словам Декоди, я могу сказать, что он прав, нормально все объяснил, привел факты, множество новой информации мне сказал. Да, может, я чего-то там не замечал в Сникпике, а он более глубже, как говорится. То есть у робтопа идет видос полтора минуты, а он растянул этот разбор. Ну, так и должно быть. На 8. В принципе, это правильно. Вот, от души всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите каждый свое мнение в комментарии насчет моей реакции, мнение насчет данного разбора. Всем желаю добра, бобра, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok